всем привет дорогие друзья вы снова на канале георгиев travel и это рубрика вопрос ответ в этом выпуске расскажу о погоде на острове хайнань это последнее время самый часто задаваемый вопрос когда выбрать время чтобы приехать на хайнань и там не было дождей отвечаю все очень просто на хайнане нет сезона дождей это 300 дней солнечных году это реально так но давайте все таки разберем откуда берутся эти вопросы откуда берется эта информация и вообще почему пишут что на острове хайнань есть дожди все просто на острове хайнань есть два времени когда приходит тайфуны тайфун это 3-4 дня дождь и как правило они приходят в конце июля или начале ноября поэтому те люди кто попадает в этот период времени они видят дожди когда прикрывают пляжи и соответственно в это время никто не купается во все остальное время никаких дождей ливней проливных такого здесь просто нет как и у нас бывает пройдет дождик ночью или днем немножко и соответственно дальше снова вышло солнце отлично отдыхая поэтому все кто собираются на остров хайнань в мае в июне в июле августе как в другом месяце не переживайте за погоду но имейте ввиду что приходит тайфуны два раза в год и так поехали о погоде по месяцам начну с самого начала январь месяц это считается самое прохладное время на острове хайнань в это время прохладно потому что приходят холодные ветра и соответственно погода с 30 падает до 20 до 23 градусов но как только ветра прекращается это и в январе бывает погода снова поднимается 28 градусов до 30 и достаточно комфортно а мы были в это время всей семьей под видео будет обязательно ссылка но на нашу поездку в январе поэтому можете посмотреть как все там было я специально расписал еще тогда меня спрашивали про погоду какая была погода по дням все расписано посмотрите и так февраль месяц плавно переходит уже в тепло то есть а март отличная солнечная погода 30 градусов все супер соответственно апрель мая июнь отличнейшая погода даже не переживайте а соответственно июль месяц тоже но а как вы помните могут быть тайфуны в конце август уже нет такой жары кстати в июле это самое жаркое время а самое влажное время но не стоит думать что это совсем уж большая влажность такая как в таиланде либо вьетнаме все-таки она здесь гораздо меньше поэтому после этого месяца наступает спад жары наступает август сентябрь октябрь наверное по мне это на самое лучшее время для отдыха потому что после той жары море максимально прогретое и соответственно жары нету ну и соответственно холода нет лучшее время я считаю для отдыха это вот эти месяца соответственно идем дальше в ноябре как вы помните у нас есть тайфуны они приходят как правило начале ноября потом они так через три дня заканчиваются но и собственно все декабре месяца отличная классная погода соответственно у нас иногда появляются холодные ветра в конце декабря ну и январь я вам уже рассказал поэтому давайте срезюмируем в целом не переживайте за погоду на острове хайна не бывает сезона дождей поэтому если вы выбрали путешествие в мае и июне там феврале еще кому-то времени до в любой месяц не переживайте за погоду но кто выбрал короткие туры в июле или ноябре здесь возможно вы можете попасть с непогоды но все равно сильно не переживайте на хайнане все равно несмотря на то что даже если будет дождь и придет тайфун есть чем заняться можно отправиться очень классные экскурсии съездить термальные источники много куда есть съездить поэтому не переживайте и не смейте все погоды показывают на них внимание сильно не обращайте они реально показывают погоду на самом деле когда написано везде дождь 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 его там просто нет и это уже не с одним туристом и на своем опыте я проверял поэтому на все сайты прогноза погоды можете сильного внимания не обращать ну в общем по погоде вы все поняли напоминаю что мы занимаемся путешествиями на остров хайнань оформляем все делаем консультируем ниже под видео есть моя ссылка на мой прямой ватсап на наш сайт поэтому пожалуйста переходите всем рад каждому еще раз все объясню проконсультирую помогу с выбором отеля ну что смело отправитесь путешествие на остров хайнань а я вам всегда в этом помогу не забудьте подписаться на мой канал смотрите следующие выпуски вопрос-ответ ну и наши большие выпуски как мы отдыхаем на острове всей семьей с вами был павел георгиев компания георгиев трэвел увидимся следующих видео